30 мая Магадан присоединится ко всероссийскому полумарафону забег. В мэрии областного центра градоначальник Юрий Гришан провел совещание о предстоящем спортивном состязании. Участники смогут преодолеть дистанции в 1, 5, 10 и 21 километр. Организаторы отметили, что в день массового забега в Магадане планируют провести праздник спорта. Дороги в городе будут перекрыты с 13.30 до 20.30. Города для людей, а не для машин. Пусть люди походят в этот день по городу. Я же вам говорил, когда мы проводили полумарафон с Кенроссом, утром, ой, во сколько, в 7 утра люди приехали на велосипедах, на самокатах, пришли пешком. Голод – город чистый, незадымленный. Пешком пришли. Кто-то прибежал на разминку, которую Землицкая проводила Наташа. Поэтому ничего страшного, походят по городу пешком. Инициатором проведения и руководителем организационного комитета полумарафона на Колыме выступает депутат Магаданской городской думы Антон Басанский. При его содействии первые тысячи участников забега из Магаданской области могут зарегистрироваться совершенно бесплатно. Спортсменам будет необходимо оплатить только страховку. Атрибутика вся пришла, на все тысячи комплектов. Сегодня мы ее будем получать в Минспорте. Номера у нас пришли. Есть старые номера, мы их обкатали, получается, систему старт-финиш. На Магаданской площади, когда будет открытие, будет звучать подборка работы диджея. И потом уже к финалу ближе будет работать тоже группа. Вопросов у нас как бы нет. Единственное, что погодные условия. На четырех промежуточных финишах будут работать музыканты. Также, уверяют специалисты, призовой фонд никого не оставит равнодушным. Цель забега – популяризация бега и спорта. Всем участникам полумарафона нужно будет предоставить медицинские справки. Без них на состязание участников не допустят. Зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте забег.рф. Установка светофоров, благоустройство дворов, обновление подпорных стен. Мэр Магадана Юрий Гришан провел депутатский час. Глава муниципалитета обсудил с парламентариями проблемы города. Магаданцы обращаются с просьбами к депутатам, а они, в свою очередь, совместно с местной властью стараются решить проблемы. Одним из таких стал вопрос об установке светофора в третьем микрорайоне. «Один из вопросов – это проработка светофорного объекта вдоль улицы пролетарской. Также по плану реализации программы формирования комфортной городской среды, где граждане поучаствовали по промышленному СИМ и принято уже решение о включении в эту программу дополнительно проработать ряд вопросов и подготовить ту необходимую проектно-сметную документацию». Также вопросы поступали по 17-му городскому округу, благоустройство отдаленных районов, автотек «Звезда пионерный». Основные проблемы пешеходные зоны, остановки и дворы. Дом по улице Ямской попал под программу формирования современной городской среды. Во дворе сделают озеленение, асфальтирование и освещение. Кроме того, в этом году фонд капитального ремонта займется благоустройством домов по улице Колымской. «Будет ремонт фасадов сделан на улице Колымской, что значительно улучшит тепловую устойчивость этих домов и внешний вид фасадов». Фонду капремонта в этом году выделили порядка 800 миллионов рублей на городские нужды. Организация уже приступает к работам. Кроме того, магаданцы могут оставить заявку на улучшение их двора в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сделать это можно до 31 августа 2021 года. Подробная информация указана на сайте мэрии Магадана. 14 мая сотрудники госавтоинспекции несли службу в усиленном режиме с 15 до 18 часов. За четыре месяца этого года в Магаданской области зарегистрировано 39 ДТП. В результате этих аварий два человека погибли и 51 ранен. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых 7 детей получили ранения. Работа сотрудников госавтоинспекции направлена на предупреждение и пресечение административных правонарушений, таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицами, не имеющими либо лишенными права управления, а также других грубых нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекция Магаданской области призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать управление транспортным средством в состоянии опьянения и с пониманием относиться к проводимым проверкам на дорогах. В преддверии летних каникул и потепления несовершеннолетние проводят много времени на улице. Многие из них ищут возможность попробовать себя в роли водителя. В мае произошло ДТП с участием мототранспорта, в котором пострадали два подростка. Сотрудники госавтоинспекции призывают родителей контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль. Необходимо исключить возможность их доступа к ключам от авто и мототранспорта, запретить управление скутерами и мопедами без соответствующих прав и навыков вождения. В Магадане в минувшие выходные театр Ноны Гришаевой, российской актрисы, показал спектакль «Запретный плод». Это пьеса в двух действиях. Первый акт начинается с рассказа о двух эмбрионах, которые хоть только зародились, но уже слышат и понимают все, что происходит в окружающем мире. Близнецы, брат и сестра, общаются, делятся генетическими воспоминаниями, а еще подслушивают своих родителей. А потом, как гром среди ясного неба, мама малышей произносит слово «Аборт». Сегодня будет спектакль «Запретный плод». Он направлен на защиту семейных ценностей, против абортов. В общем, такой спектакль для всей семьи, который воспитывает молодежь нашу, прививает им все самое лучшее, доброе и вечное. По статистике, за последние 7-8 лет количество абортов в России сократилось примерно на 30%. Однако делают такие операции все еще часто, утверждают эксперты. Причины этого решения женщины называют разные. Самые распространенные – жилищные проблемы и отсутствие материального обеспечения. Также аборт делают по медицинским показаниям. Во втором акте спектакля «Запретный плод» уже показывают родители близнецов, а также их проблемы и причины такого выбора. А во втором акте мы видим, как родители, то есть эти же актеры играют, мама и папа, как они решают. У них, конечно, там драма семейная определенная, да, как же они между собой там взаимодействуют. Действительно ли они друг друга любят, там, готовы ли они жертвовать какими-то своими увлечениями для того, чтобы действительно проявлять, ну, мужчине ответственность, а женщине, не знаю, любовь, нежность. Вот готовы ли мы жертвовать ради нашего будущего продолжения своими какими-то хотелками, своими интересами. Несмотря на то, что постановка не детская, молодежь должна увидеть этот спектакль, утверждают эксперты. «Запретный плод» заставит задуматься о материнстве, отцовстве, семейных ценностях. В прошлом году спектакль стал победителем международного грантового конкурса «Православные инициативы» по направлению «Социальное служение», а также получил грант Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Как отмечают магаданцы, запретный плод – отличная профилактика абортов. У нас, к сожалению, до сих пор в сознании российской женщины убийство своего ребенка считается нормой. Эта норма перенята как раз таки от советской женщины, когда, опять-таки, наша женщина занимала первое место в мире вообще по количеству абортов. Но, к сожалению, эта проблема до сих пор остается актуальная, решать ее каким-то образом надо. И очень хорошо, что даже на таком уровне, такими способами. Спектакль поставили по пьесе Игоря Афанасьева «Человечки». Произведение представили в Москве на международном фестивале «Вера и слово» в 2016 году. Пьеса получила благословение святейшего патриарха московского и всей Руси Кирилла. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, насколько их впечатлил спектакль. На мой взгляд, самый интересный момент, лично мне, как человеку верующему, когда она про Господа Бога девочка говорила, когда они в храм пришли, и она слушала. У меня больше всего этот момент коснулся. И концовка, когда про аборт услышала. Говорит, как мама это легко сказала. Порой родители действительно так легко это говорят. А что ребенок внутри, он же чувствует себя. Мне понравилась игра актеров. Так, ну, нам еще не понравилось. Спасибо.